основу вероятности теории меры до лекции номер семь так и напоминаю то что мы работаем системами множеств я напомню с какими системами множества мы работаем без систем но что-то полукольцо на требование что опять пустое множество является элементом этой системы любых двух элементов их пересечения тоже является элементом и третье для любых двух элементов 1 а таких что один является под множеством а выполнено что существует конечный набор элементов этой системы такое что дизельное объединение рейтах по и от единички дн является а ну то есть как грубо говоря один можно догнать до а элементами с объединением вот и вторая система с которой мы работаем это кольцо рест на систему множеств р называется кольцом если выполнен несколько требований первое из не пусто то есть в р есть хотя бы один элемент и второе для любых двух элементов нашей системы извините как автоматом пишет любых двух элементов нашей системы будет выполнено что пересечение принадлежит этой системе и симметрическая разность тоже принадлежит этой системе ну то есть система множеств замкнута относительно операции пересечения идеи симметрической разности соответственно два мелких утверждения которые я не помню доказали мы или нет в прошлый раз во первых что кольцо и является полу кольцом мы это успели доказать ну значит упражнение хорошо и второе утверждение то что кольцо и замкнута относительно операции объединение и разности до дмитрий что такое полукольцо систему множеств один из этих элементов обязательно пустое множество отсюда полукольцо может быть пустой системой множеств нет там есть один элемент пустое множество и это самое маленькое полукольцо и самое маленькое кольцо из возможных оно состоит из одного элемента пустого множества все как вас зовут а фамилия ладно ну вот так это ну тоже мы возьмем как бы в качестве упражнения если мы прошла с не успели сделать на семинар очках сделайте ну вот отсюда мы получаем то что кольцо это та система множеств который замкнут относительно всех операций которые мы с вами привыкли ну то есть у нас четыре основных теоретика множественных операций объединение пересечения симметрической разности и разность ну вот кольцо замкнут относительно всех этих четырех операций вот соответственно основной вопрос который да и небольшое замечание это про наличие единиц это тоже важная вещь соответственно замечание что если у полукольца с существует элемент е такой что любой другой элемент нашего полукольца будет являться под множеством этого е ну вот то е называется единицей полукольца не иди господи единицей полукольца ну а соответственно полукольцо называется полукольцом с единиц ну вот и второе замечание что кольцо с единицей называется алгеброй алгебра не как наукой но так как объект ура хорошо ну вот основной вопрос который тут возник который тут должен возникнуть и присутствующих какой ну потому что систему множеств которые замкнуты просто относительно операции пересечения но это как-то совсем грустная история ну вот это все есть еще какие то вопросы кроме того ну то есть 3 у дмитрий возникает почему он очень странно выглядит да то есть если вот эти все вещи они какие-то ожидаем очень естественные потому что понятно что если мы работаем системами множеств нам нужно чтобы они были замкнуты относительно тех операций с которыми мы работаем это понятно что они должны быть замкнуты ну хорошо ну вот третий пункт выглядит ну немножко странно еще какой вопрос должен возникнуть и присутствующих ярослав ну то есть зачем это да ну то есть как бы вот этот объект понятный да то есть эта система множко-то замкнуты относительно всех привычных для нас операций если еще единичка есть то это вообще понятная история да то есть вас есть что-то большое вы рассматриваете подмножество этого что-то большого да и множество этих подмножества должно быть замкнуты относительно привычных для нас операций это понятно да вот это выглядит очень странно и причем здесь очень странно выглядит вот эти три этот третий пункт идея заключается в том то что понятно что вот эта система она более бедной чем вот это это понятно более бедный в том плане то что там множество меньше то есть любое кольцо является полукольцом но не наоборот это понятно при этом полукольцо можно добавить до кольца мы сегодня это обсудим как зачем прекрасно полукольцо для нас с вами на нем очень легко определять меру то есть мысль заключается в чем вы посмотрите как устроена да то есть если у вас во первых пресечении любых двух множеств является элементом этой системы во вторых если у вас один элемент является подможно другого элемента мы его можем дизъюнк на дополнить до а система множества построена вот так достаточно легко на них задавать меру то есть это бедная система множества мало множеств и когда вы будете задавать меру вот вот здесь вот что должно быть выполнено то есть мера а должна быть равна сумме мера это понятно ну вот ну это просто я немножечко вперед я мне очень тяжело без определения меры уже сразу говорить то есть оценить зачем нужно нужно полукольцо сейчас пока мы не начали строить меры достаточно проблематично то есть когда мы полностью построим меру вы увидите все это здание будет очевидно зачем это нужно делать это понятно что такое определитель это так скачок вот что такое определитель как вам определили определитель матрицы что это такое какая очень странная ну вот как бы намного более стороне и даже чем вот это у вас был вопрос о том это что за дичью на матрицы это понятный объект определитель матрицы ранг ну там все вещи очень такие это линейную независимость дали все понятно определитель это понятно что это было когда он это определяет а кто знает физический смысл определителя что это ну не физический но хорошо геометрический смысл определителя это объем параллепипеда натянутого на вектора соответственно до соответственно ну координат векторов вы берете вот столбцы ваши матрицы выберете вектора рисуете их натягиваете параллепипед я и определите это будет объем этого параллепипеда а у вас есть это понимание да вы это обсуждали ну и отсюда сразу понятно что если там столбцы линейно-зависимый то определитель 0 потому что у вас лепит он схлопывается ну вот вам это говорили в самом начале нет потому что это даст ну это немножечко бессмысленно в том плане то что вам это скажет и первый вопрос будет вот эта сумма это определитель то есть это вас сломает еще сильнее да поэтому тут как бы работаем с таким объектом почему такой тихо все открыли тетради там и пишем но это необходимый педагогический шаг арнольд очень сильно был на лекции арнольда покойного он очень ругался что люди не знают физически смысл определить чуть не понесло извините все до 0 крутой математика сожалению так соответственно следующая вещь которая нас будет интересовать это вообще тема наименьшая система наименьшая хорошая система множеств которые содержат ту систему множеств которые нас интересуют в частности вот наименьшее кольцо которое будет содержать те множество которые нас интересуют я забегу вперед баррелевская сигма в будем определять как наименьшую сигма алгебру содержащую все интервалы интервал для нас это напрямой это самый для нас естественное множество напрямой интервальчик да но интервальчики они например не замкнуты относительно операции объединения если обвините 2 интервальчиков не интервальчик получите естественно хорошо полуинтервалы давай среднее возьмем самый естественный объект это полуинтервал ну вот и мы будем определять баррелевскую сигма вверх как наименьшую сигма алгебру содержащуюся там либо все отрезки либо все интервалы ли все полуинтервалы мы докажем что это все одно и то же ну вот потому что это что то есть нам нужно чтобы систему множество первых содержал отрезки раз во вторых удовлетворяло всем тем требованиям которые нас интересуют 2 и поэтому сейчас возникает очень то есть как бы что нам сейчас нужно разбудить это вопрос о наименьшей хорошей системы множеств которые содержат ту систему нож который нас интересует так соответственно первое утверждение которые нужны в этой теме пересечении любого числа колец пересечении любого числа колец это кольцо какое самое маленькое может быть это пересечение множество состоящие из одного объекта пустого множества хорошо соответственно что мы берем вот мы берем вот мы берем семейство колец при этом про мощность множества а нам ничего не говорится то есть она может быть любое ну вот и дальше мы рассматриваем n как пересечение всех полу колец извините всех колец которые содержат альфа это что мы тогда утверждаем соответственно первое пустое множество но точно не является элементом r но поскольку пустое множество вка входит в каждую из этих систем то она будет ходить пересечение всех этих систем есть второе если я возьму любые два элемента которые принадлежат это что я тогда про них могу утверждать они будут принадлежать каждому и альфа поскольку если они принадлежат изначально принадлежат пересечению по определения пересечения не принадлежат каждому элементу пересечение отсюда что следует отсюда следует что пересечение of your симметрическая разность а б а не пронежут а далее извините любого альфа потому что каждая дайв это кольцо и значит каждая дайв это кольцо и значит вот это понятно теперь вопрос если для любого альфа какое-то множество является элементом r альфа то что мы можем сказать вот это множество это интеллектуальный вопрос на а он принадлежит то есть и пересечение и симметрическая разность будет являться элементом r поскольку для любого альфа эти два объекта принадлежат r альфа чтд понятно есть вот и отсюда же следствие но очень простое что пересечение любого числа алгебра с одной единицей это что пересечение любого числа алгебра с одной единицей но имеется ввиду с общей единиц это что будет это обязательно алгебра будет то есть это точно будет кольцо при этом е принадлежит как бы всем r альфа значит она принадлежит r да и любое подмножество любой элемент извините любой элемент r он является элементом r альфа значит это подмножество ей значит хорошо понятно что сказал можно я не буду расписывать можно все власти меня зашил я буду сегодня ориентироваться на носить она просто все согласно что у всех этих алгебра одна единица чего нет хорошо докажем придется ориентироваться не на настю ну вот соответственно что мы знаем мы знаем что существует такое множество е принадлежащие r альфа для любого альфа что для любого альфа и для любого а принадлежащего r альфа будет вверх выполнено что а является подмножеством не большого при этом е принадлежит всем r альфа но это вот это то условие которое дано силу того то что е принадлежит r альфа для любого альфа вот отсюда следует то что е будет элементом r большого это во первых вот а вот отсюда будет следовать что для любого b принадлежащего r верно что b принадлежит r альфа отсюда следует что b является подмножеством е то есть что у вас есть то есть одной стороны ей является элементом r с другой стороны любой элемент r является подмножеством е следовательно единиц все это просто хорошо и теперь собственно говоря то утверждение ради которого мы все делаем она очень простое то есть как-то она как совсем просто и мы раз и навсегда решим вопрос с наименьшей системы множеств удовлетворяющих свойствам будь то кольцо алгебра или сигма алгебра содержащую какую-то систему множеств чем прикольно то что тут совершенно не надо напрягаться соответственно пускай x у нас некоторые системы множеств это некоторые системы множеств причем она совершенно не обязана являться никакой из ранее перечисленных ни по кольцом ничем самая такая яркий пример это множество всех открытых множеств то есть верно ли что множество всех открытых но что хотя бы на прямой является ну хотя бы полукольцо ну давайте посмотрим что выполнено это выполнено нет то есть даже множество всех открытых множеств не удовлетворяет вот этому требует если у вас интервалы интервал внутри в этот маленький не сможете дополнить до большого открытыми но у вас там будет как бы замкнута конец еще понятно ну вот ну вот то есть вот эта система множеств она какая-то ну например но что всех открытых нож на прямой то есть это какая-то система множеств собранных по какому-то признаку и она совершенно не должна удовлетворять никаким требованиям вот и нас интересует что нас интересует вопрос наименьшего кольца содержащего эту систему множества то есть что утверждается что существует кольцо мы его с вами будем обозначать этот x это всегда быть наименьшее кольцо которое содержит данную систему множеств такое что во первых система x является это x и второе для любого кольца соответственно для любого кольца r1 содержащего x верно что r вложено в ради да везде x большое ну то есть вот это получает то есть это этот x мы будем называть наименьшим этот x будем называть этот x это большой x будем называть наименьшим кольцом содержащим x так теперь вопрос к присутствующим кто видит что я наврал кто видит что я наврал кроме паши ярослава и где я наврал насти где я наврал а да еще раз это все системы множеств до имеется ввиду что у вас есть систему множеств x есть более богатая систему множеств этот x в чем идея у вас было x эта система множеств было не замкнута относительно наших операций и мы вынуждены дополнять эту систему x новыми множествами для того чтобы новая система множеств оказалась замкнута относительно тех операций которые нас интересуют нас интересует все четыре наши типичные теоретика множеств операции хорошо ну вот поэтому здесь конечно ну и то есть и здесь вложение здесь вложения эта система множеств эта систему множества ну вот хорошо доказательства да и соответственно тут замечание что если x обладает единицей то этот x является алгеброй если x обладает единицей то этот x является алгебра есть предположение как будет как мы будем доказывать существование вот этого элот x то есть его существование доказывается просто но к сожалению совершенно не помогает в плане того что непонятно как она устроен то есть мы сейчас будем доказывать что не может не существовать наименьшего кольца у нас много таких теорий был который от противного доказывать какие да но именно в том плане то что у тебя существует элемент с такими требованиями то есть ты по от противного это что то есть такой элемент не существует как как использовать это что не существует и чё стремится система под систему множеств стремится прям стремящимся к бесконечности ну то есть но это тяжело да то есть как бы это то есть проблемы вот этой темы то что вы с такими вас никогда системы множеств не было объектом исследований у вас аппарата никакого нет ну то есть даже то что хочется построить на такой последовательность системы множеств ну вот цепочка то есть последовательность ну не очень понятно так у вас есть хотя бы предположение как это будет доказано конечно то есть во первых что мы сделаем мы возьмем множество всех колец но для этого сначала нужно сделать что доказать существование хотя бы одного да как мы докажем существование хотя бы одного кольца как у ее мнение это все очень тяжело это больно просто извини пожалуйста теперь вью просто вы должны понимать то что это какой-то получается бесконечно то есть что вы сделали вы взяли все множество потом что вы взяли но предположим всевозможные попарные пересечения получили новые множество новые множества потом взяли их всевозможные попарные пересечения объединения или каких пор вы это все будете продолжать и почему настанет момент что у вас прекратится появление новых множеств в этой истории то есть понятно что это ну нет кого x эта система множеств то есть хочется просто взять множество всех подножить потому что это то множество которые очевидно замкнуты относительно всех наших операций но нам нужно брать множество всех подмножеств кого их объединения да соответственно пускай сейчас да вот пускай x это у нас будет какой-то а альфа где альфа принадлежит а большому рассмотрим множество моего обозначим b которые есть объединение а альфа по всем альфа принадлежащим а большом мы просто объединим все множество а альфа ну вот и потом мы рассмотрим м x это множество всех подмножеств b это множество всех подмножеств b это очевидно кольцо все то есть хотя бы одно кольцо содержащие x у нас есть потому что каждый элемент x а является подмножеством b значит он точно входит в м x да то есть то что у нас x вложено в м x это понятно ну вот и м x это точно кольцо то есть хотя бы одно кольцо содержащие x большой у нас есть эта точка вот ну вот поэтому теперь мы что возьмем то есть мы рассмотрим p который обозначается как п бета это множество всех колец это множество всех колец содержащих x большой и потом мы возьмем просто их пересечении потом мы возьмем их пересечении есть то есть что мы знаем мы знаем что во первых это кольцо потому что мы это доказали в предыдущем утверждение пересечении любого числа колец это кольцо плюс к этому мы знаем то что у нас из является подмножеством rx потому что x являлась подмножеством любого по бета ну значит она входит пересечении соответственно что нам осталось доказать чё нам осталось доказать а ну то есть можно произнести пока есть сюда ну то есть она даю перевод нужно сказать что она наименьшее а наименьшее то что означает что любое другое кольцо которое содержит x должно содержать в себе этот x обязательно ну погнали вода соответственно пусть ну и это какое-то кольцо содержащий x верно ли что этой обязательно является элементом по бета ну элементом п вот это семейство колец содержащих x большой ой извините ну что всех колец я вот здесь наврал вам немножечко это множество всех колец сейчас здесь хорошо получается сейчас момент но это какое-то лямбда большое нужно было какое-то множество обозначающий индекс ну вот множество всех колец содержащих x таких что по бета является подмножеством mx еще раз бета лямбда большом лежит на это просто множество по которому бегать индекс это лямбда большое так лямбда большой пишется вот так так множество всех колец содержащих x таких что это полукольцо она является при этом тут должен быть какой вопрос от вас зачем нам это делать кроме есть предположение зачем нам это делать почему мы с тобой почему мы рассматриваем только те кольца которые являются под ножом мx большого чтобы у нас не было проблем с парадоксом посмотрите что вы берете вы уберете вообще все кольца которые содержат x да ну вот стоит то есть как бы какое количество колец здесь берется да то есть единственное требование на это кольцо то что как бы элементы x а были элементами этого кольца да ну то есть вы можете взять x и дополните ее ну по парадоксу раз его множествами которые являются сами системами множеств сейчас понятно да ну вот чтобы избежать вот этих парадоксов мы фиксируем то что мы рассматриваем только кольца состоящие из подмножеств м x большого то есть у нас есть какое-то большое множество она фиксированная мы рассматриваем только кольца состоящее элементы которого есть подмножество м x большого это понятно нельзя сказать что mx нельзя сказать что b будет единичкой всех этих колец потому что не факт что b будет входить в каждую по бета все понятно ну вот но мы ограничиваем эти кольца чтобы у нас не был проблем с продукт хорошо ну а теперь проблема в чем то что но из-за чего мы страдаем мы берем не вообще все кольца которые содержат x а какое-то ограничение правильно и поэтому мы не можем сейчас просто взять и сказать что является элементом нашего по бета чем поэтому чем проблема как выйти из положения у вас есть какие-то еще раз текст панченко это не говорит ну то есть идея в чем она какая-то же история избыточная это большое кольцо да она точно содержит x и там есть еще что-то кроме этого правильно но нас не интересуют элементы этого n если они не являются подмножествами бы большого тоже что такое бы большое это вы взяли все элементы нашего x и все их объединили это понятно вот поэтому что мы делаем мы рассматриваем r1 мы рассмотрим r1 которая есть r пересеченная с мх ну это сеть на наше кольцо мх это наше ну как бы там максимальное кольцо содержащие b неправильно сказал не максимальное кольцо содержащие b то есть но это самое богатое кольцо составлено из подмножеств b вот мы берем r1 что мы знаем про r1 кто это это кольцо во-первых это точно кольцо потому что у нас и r кольцо и ммкс кольцо их пересечения кольцо что мы еще знаем про r1 и значит оно содержит x 1 и она состоит из подмножеств b большого 2 значит оно что она является элементом p кто n но ты же можешь взять какое-то кольцо ну предположим ты взяла кольцо состоящее из нет мы сейчас берем вообще какое-то совершенно произвольное кольцо которое содержит x в нем могут быть кучи лишних элементов которые не имели отношения к нашему b никакого там нету x у меня пусть r какое-то кольцо содержащие x r от x я буду то есть смотрите вот за этот x у нас будет забитое обозначение это всегда будет наименьшее кольцо содержащие x всегда в курсе и ну и так далее ну вот там r это произвольное кольцо которое содержит x хорошо это разная вещь то есть это однозначный элемент он является элементом p то есть вот если я сейчас r пересеку с m от x я получил кольцо элементы которого являются под множеством но что бы большого ну то есть кольцо состоящее из множеств которые являются под множеством b большого но это значит что это одно из наших колец это есть но если это одно из наших колец то отсюда отсюда следует что то есть что можно сказать про r1 то есть это одно из наших колец которые мы пересекали а значит она больше то есть она содержит точно наши и за тыкс большое правильно то который наименьше то что этот x получилось как пересечении всех вот таких 1 а r1 в свое в свою очередь является под множеством с большого потому что как получилось r1 мы с пересекли с кем-то ну то есть r1 точно является под множеством с большого и чем сейчас показали то что если возьмем любое кольцо содержащие x то наша которая мы вот там вот построили обязательно является его под кольцом во всем все показали то есть проблема в чем вот мы тут к сожалению не могли брать вообще все кольца содержащие x большое потому что там возникают проблемы вот парадоксальные вот эти потому что то есть у нас есть x большое потом мы можем туда нафигать нафигачить еще других множеств которые криво составляются ну вот чтобы из этого выйти мы идем вот по такому пути мы создаем вот эту единичку до фиксируем ее берем множество всех подмножеств ну вот дальше все колечки которые у вас составлены из подмножество вот этого б там все хорошо ну вот их пересекаем ну потому что если ты пересекаешь любые два подмножествого бы это получишь под множеством б если объединяешь любые два подмножства б 표현у под chiaro что б ныри так далее потому что множество всех подмножеств а А если ты делаешь что-то теоретикой множественной, ты всегда остаёшься в рамках b. То есть ты получаешь какое-то его подмножество. Идея ясна? Минус этого подхода, то есть теорема максимально простая в плане доказательства и понимания. Но минус её основной заключается в чём? Совершенно непонятно, как устроены элементы r от x. То есть у нас с вами будет одна из проблем. То есть мы будем строить, например, там вот Боррелевские множества. То есть это наименьшее сигма-алгебра, которое содержит все интервалы или отрезки. Ну кому как нравится. У кого какие-то предпочтения. Ну вот. А всё равно будет получаться одна и та же сигма-алгебра. Ура, круто! Как устроены Боррелевские множества? Как они выглядят? Верно ли, что это будет какое-то счётное объединение интервальчиков? Или как? Ну есть вот, например, у вас теорема хорошая, что любое открытое множество напрямую – это что? Мы это знаем, нет? Егор, вы знаете, что такое? Егор, любое открытое множество напрямую – это что такое? Травал какой? Нет. Любое открытое множество… Не знаете, Матонин, ну значит я докажу, ладно. Любое открытое множество напрямую – это не более чем счётное объединение не пересекающихся интервалов. Бывает такое? В прошлые годы мне говорили, что доказывалось это, Матонин. Но я докажу всё равно, мне это надо. То есть это хорошо. То есть вы понимаете, как у вас выглядит любое открытое множество. Оно очень понятно выглядит. Либо конечное, либо счётное объединение интервалов, которые между собой не пересекаются. Как выглядит здесь? То есть проблема этой теоремы совершенно непонятна, как выглядят элементы R от X по элементам первоначальной системы. Но есть ситуации, когда всё хорошо. Это происходит в том случае, если мы с вами расширяем полукольцо до кольца. Вот там всё понятно, и мы сейчас это с вами докажем. Но сначала нам нужно одно вспомогательное утверждение. Беда в том, что эта тема требует большого количества технических утверждений. Я верю, что вы в них не запутаетесь. Да, и знаете, я готов расписаться везде, что мои студенты умнее меня. Ну как бы студенты ФПМИ, они там самые умные в стране. И в общем они умнее меня. Поэтому мне можно с бумажки, а вам на экзамене нельзя с бумажки, поэтому давайте сразу это не обсуждать. Хорошо? Так, соответственно, первое, что пусть это техническая вещь, но она мне нужна в полукольцо. Сейчас мы идём к теме, к тому, что хорошо, если есть полукольцо, это бедная система, а есть кольцо, это более богатая система. Мы хотим сейчас полукольцо заширить до кольца, то есть найти наименьшее кольцо, содержащее данное полукольцо. Так, соответственно, что у меня есть? Пускай S полукольцо, мы берём какое-то конечное множество элементов полукольца. При этом что мы знаем? Мы знаем, что А с индексами, они не пересекаются. Что А с индексами не пересекаются, и для любого И АИТы являются подмножством А большого. Ну, то есть понятно, у вас есть какое-то большое А, есть непересекающиеся АИТы, которые все входят в А. Тогда логично предположить, что это является обобщением третьего пункта определения полукольца. То есть, естественно, предположить, что тогда? То есть мы можем дополнить этот набор до А, также дизюнктно, да? Ну вот, так что их объединение даст всё А. Как бы дополнить этот набор до А каким-то конечным набором. То есть что утверждается? Что существует набор А, К плюс 1 и так далее, АН, принадлежащий S, такой, что дизюнктное объединение АИТах по И от единички до Н, это и есть А. Ну, то есть там определение было, если есть большой, есть маленький, то вот это маленькое можно добить до большого каким-то конечным набором Ашек. Так? А здесь, как бы, если у вас есть большой и несколько маленьких, которые между собой не пересекаются, да, то этот конечный набор можно добить до полностью до большого А. Доказывается это как? Есть предположение как-то доказывать? Н маленькое зависит в каждой конкретной ситуации, да. То есть зависит от А, от набора А1, АК. Важно, что конечный. То есть существует конечный набор, такое то, что можно представить. Соответственно, как мы доказываем? Доказываем отвратительно совершенно. То есть все утверждения такого вида, они идейно понятны, ну, то есть понятны, что это должно быть так. Ну вот, но формальные доказательства обычно малоприятные, и там индексов очень много. Я верю в то, что вы не запутаетесь. Так, соответственно, доказательства по индукции будет? По индукции по... По какому индексу? По индукции... Пока. Индукция пока. Соответственно, что скажете про базу? Про базу что скажем? Ну, то есть она верна в силу чего? Определение чего? Это третий пункт определения, то есть это пункт 3, определение полукольца. К равно единице, да. То есть что делать? То есть если у нас есть А и А1, ну вот, и тогда существует конечный набор. Это в точности третий пункт определения полукольца. Ну вот. Соответственно, шаг. То есть у нас что у нас есть? У нас есть набор А1, АК-1. Так? И его можно... Причем для них, для всех верно то, что они не пересекаются между собой попадно. Они не пересекаются. И существует набор... Как мы их обозначим? Сейчас я... Как мы их обозначим? Ну вот. И давайте сразу это напишем. И по предположению индукции мы говорим о том, что А можно представить в виде объединения АИТов по Е1 до К-1, объединенные, ну, с какими-то, которые мы обозначим, Б житые по Ж от Е1 до К-ю, где вот эти Б житые, это элементы С. Ну, Ашки и так были элементы С. Ну вот. Ну то есть как бы мы вот этот конечный набор можем добить элементами С до А. Добили. Теперь у нас выходит как бы на арену Акаты. Акаты у нас, оно не пересекается ни с какими Ашками до этого, при этом оно является подмножеством А большого. Ну вот. Ну отсюда можно сделать вывод, что Акаты у нас является подмножеством вот этого дизинфинтного объединения. Есть? Есть, есть. Ну вот. Соответственно, что мы здесь делаем? Вообще понятно, как дальше будет становиться доказательства? Это К-ю. Так, понятно, что мы теперь сейчас будем делать? Ну, мы будем Акаты пересекать с каждой из нее. Это элемент С, это элемент С, значит, их пересечение, это элемент С. Да? И у нас что дальше будет? У вас, получается, вот в это Б житые будет входить это пересечение и какой-то остаток. А этот остаток по третьему пункту мы можем добить тоже элементами из С. До Б житого. Это понятно? Ну, то есть сейчас мы вводим какие объекты, чтобы не наврать с обозначениями. То есть мы вводим объекты Д житые, которые имеют вид Акаты, пересеченные с Б житым. Ну, Ж, соответственно, бегает от единички до К-ю. Это Д житые. Так. И тогда, тогда, в силу третьего пункта определения, каждое Б житые можно представить в виде Д житого, объединенные, ну, с какими-то там, я прошу прощения, С, Ж, Л, Т, где Л у вас бегает от единички до Л с индексом Ж. И это элементы С по третьему пункту определения полукольца. То есть вот этот элемент С это по второму пункту определения полукольца, те элементы С по третьему пункту объединения полукольца. вот здесь вот почему у них свои индексы у них просто свои индексы да то есть ну надо понять еще раз что вот это такое это то чем мы догоняем наш набор это понятно да ну вот все и понятно что вот эти вот божиты они пока не являются вот этими итоговыми ашками что у нас сейчас в результате получается нас получается что наши вот это итоговая а она представим в каком виде но я начну то есть это объединение по l извините по и это объединение по и от яички до к а к т потом мы это зинкно объединяем с кем вот я здесь место к минус 1 написал к это я объединил кого между собой нет ни цешек а дэшек понятно что если мы соберем все дэшки мы получим а к т это видно ну то есть у вас как бы а к ты входит в объединение вот этих вот божитых да я как бы а к ты пересек с каждым из божитым они между собой не пересекаются в силу вот этого дизинкного объединения если объединю все даже ты я получу а к ты вот я все даже ты объединил запихнул вот сюда и кто у меня остался не остались вот эти то есть у меня идет сейчас объединение объединений прости господи пожи от единички до q по l от единички до l жи то c жи ль то все так понятно что это верно видно да ну все то есть вот а было представлено сначала в таком виде виде что я взял отсюда я вот тут от каждого бэджет от отщепнул джи то их все вместе собрал получила к ты так после отщепления я как бы вот это вот остаток я его порезал на элементы с вот и они все вместе дополняют у меня вот это объединение дуа кто понял все то есть и все и я доказал то есть у меня сейчас вот он набор который дополняет набора вот этот конечный набор до всего а причем каждый за тысяч из этих штук это элемент с хорошо это это есть по сути это просто такое как бы прокачка третьего пункта определения пол кольца но нам это технически будет нужно потом так и теперь собственно это лему который ну то основная теорема которая есть то есть пока все достаточно радужно будет в каком плане теорема что в теорема рез нам пусть и с полукольцо пусть и с полукольцо тогда минимальное кольцо содержащие с как мы его обозначаем эротес еще раз мы договорились что наименьшее кольцо содержащие какую-то систему множества будем означать эротес оно будет равно специальной системе множеств которые устроены следующим образом мы берем всевозможные конечный дизюнктные объединения элементов s то есть мы рассматриваем объединение ожитых пожи от единички дака где ожиты является элементом s как устроена наименьшее кольцо вы берете элементы полукольца и берете все возможные конечные дизюнктные объединения элементов полукольца и вот такая вот система множеств ну то есть понятно что каждый элемент с будет являться элементом вот этой системы просто потому что вы обедение можете взять конечно калинка равна единиц то есть любой элемент с является элементом этой системы есть то хорошо и вы дополняете еще эту систему всевозможными конечными дизюнтными ними вот утверждается что это и будет наименьшее кольцо содержащие полукольцо ну соответственно первое что очевидно но я об этом уже сказал очевидно что s является под множеством k от s еще раз по обозначениям k от s это вот вот это вот я утверждаю что наименьшее кольцо это и есть k от s утверждение первое полукольцо является под множеством k от s это понятно ну вот ну хорошо хорошо что мне нужно доказать для того чтобы доказать что это минимальное кольцо да ну следующая мысль тоже по тоже достаточно простая что для любого кольца и такого что с является элементом будет выполнен извините с является под множеством n будет выполнено что k от s является под множеством r почему это так ну как бы поднимите руки кому это понятно очевидно что ну вот это правда как раз зовут я забыл саша александр этого это откуда следует нет еще раз нет 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 я не утверждаю сейчас что это кольцо я утверждаю что любое кольцо содержащие с обязательно будет содержать в себе k от s еще раз поймите что написано что любое кольцо содержащие с будет содержать в себе k от s ярослав погромче пожалуйста кто понял что сказал ярослав он все правильно сказал кольцо замкнут относительно операции объединения правильно поэтому штуки такого вида должны быть в каждом кольце содержащим с хорошо что вы сделали вы взяли элементы с и просто их тупо объединили причем еще не любые а те которые не пересекаются между собой каждая такая штука обязана быть в каждом кольце содержащим с потому что кольцо замкнут относительно операции объединения это понятно киваете ну вот все поэтому эта вещь она очевидна ответ вопрос что мне осталось доказать чтобы доказать что k от s это наименьшее кольцо что это кольцо то есть осталось доказать осталось доказать что k от s кольцо то есть я сейчас уверен первое то что s является то есть k от s это какая-то система множеств которые s содержит и k от s входит в любое кольцо если сейчас докажу то что это кольцо я получу просто определение наименьшего кольца что такое наименьшее кольцо это кольцо который содержит с и который содержится в любом кольце содержащим с ну то есть вот он третий пункт остался я все сделаю все понятно хорошо погнали как доказать что карт с кольцо ну просто по определению все погнали ну вот что там у нас кольце было что она не пустое ну вот k от s не пусто почему k от s не пусто вот так сразу да если не пусто значит и k от s не пусто хорошо это есть второе там в кольце нужно было доказать то что пересечении дизюнтная разность будет принадлежать ну хорошо возьмем произвольные 2a и b принадлежащие к от s что значит что а и b принадлежат к от s а вот это это значит то что а у вас представим дизюнтного объединения аитых по и от единички до n а b представим вид дизюнтного объединения божитых по g от единички до к все они элементы s так соответственно что мы хотим мы хотим что там надо было доказать про пересечения правильно сейчас нам надо доказать про пересечения ну понятно что а и b между собой никак не связаны поэтому а и ты божиты могут друг на друга накладываться как угодно чем сейчас будем делать кого с кем пересекать вот эти да то есть мы сейчас введем новые объекты которые мы назовем c и житая которые есть а и ты пересеченные сожитая божитые дайте божитые но это очевидно элементы с так тогда что такое будет а пересеченные с б так что мы тогда можем сказать про а пересеченные с б ты можешь громче говорить а то есть это объединение по и от единички до n и page от единички до к c и житых соответственно любые c и житые между собой не пересекаются по любом сочетании индексов почему в каком условии ну потому что ашки между собой никак не пересекались и бэшки между собой никак не пересекались и поэтому c и житые не будет между собой никак пересекаться ни при каком сочетании есть ну вот ну а то что пересечение равно вот этому ну такую надо понять что это действительно так ну вот ну то есть все то есть что у нас сейчас получилось у нас есть конечные дизюнктное объединение элементов с ну то есть это совершенно не должно быть элемента вот полукольцо уже не замкнут относительно операции объединения но мы точно знаем что вот эта штука принадлежит кому катес то что катес состоит из всех конечных дизюнктных объединений ура с пересечением просто а что симметрическая разность вот что такое симметрическая разность выберете все кроме этого на чем тут нам нужно дополнять давайте пойдем смотрите что у нас получилось у нас получилось что сейчас объединение катес это какая-то непонятная система множеств которые вот так описано то есть за то как они между собой то есть замкнут эту систему множество относительно каких-то операций или нет непонятно хорошо кто да но нам это не надо проверять у нас же определение полукольца определение кольца мы специально делали каким не так что эта система множество то заканта относительно всех операций а системы множко да замкнут относительно двух операций и потом мы доказали что если относительно эти в двух она замкнута относительно объединение симметрической и разности она тоже замкнута мы именно поэтому так формулировали определение да то есть мы его формулируем максимально компактным для того чтобы им потом было легко пользоваться и не доказывать каждый раз что вот эта твоя система ножна относительно всех операций докажем относительно 2 а для всех остальных у нас есть общее утверждение для любого кольца объяснила объединение мы доказали а нет 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 где не ну подождите то есть еще раз вот тут важно дизьюктность если ты будешь объединять сейчас произвольный а и б дизьюктность нарушена это не так сразу очевидно да и кирпички друг на друга накладываются это красные эти синие они друг друга перекрывают и поэтому если ты сейчас объединишь а с б то это не будет большой дизьюктное объединение просто из к плюс n элементов объяснил нет я вас может не понимают вопрос давайте по симметрической разности хорошо хорошо но просто сейчас хочется как бы есть предложение эти кирпички подписать и смотрите что у нас получилось у нас сейчас а состоит из какого-то как конечного числа аитах при этом каждый из аитах мы еще нашинковали причем не до конца то есть что мы сделали мы каждой аиты пересекли со всеми божитами так но при этом божит и они же каждый это не покрывают то есть останется какой-то остаток все понятно что у нас сейчас происходит у вас есть а это в каждой аиты входят все вот эти цешки по когда же пробегает все свои значения это понятно то есть их конечное число то есть что утверждается что а это у вас состоит из объединения ц и житых пожи от единички до кого там дока и еще кто-то этих кто-то мы назовем д и с и объединение по с от единички до с и ты это про и то же самое под божи божит у вас это есть дизюнк на объединение ц и житых вот здесь у вас по и от единички до н еще какие-то ну давайте мы их назовем ежель ты здесь у нас по или от единички до эль житого все вот это это элементы с видно соответственно пересечения а и б это оказалось объединение всех вот этих вот штук это вот то общее что есть у а и б ц и житая тогда их симметрическая разность это будет что кто скажет объединение всех этих и всех этих еще раз а общее у а и б это вот эти правильно все вместе да соответственно симметрическая разность это все кроме объединения то есть это вот эти вот то есть асимметрическая разность b это объединение по с д с 2 ну еще и по и конечно и по и от единички до н и ежель 2 по или от единички до эль житва соответственно же у нас от единички до к все то есть что у нас сейчас получилось на симметрическая разность это какая-то безумная дизюнк на объединение элементов с поскольку идеи элементы с ну чё да нет ну да да вопросы сомнения есть у присутствующих тут не ну можно рисовать на самом деле эту штуку не надо но но это не свой но это не сложно еще пока не служит ну вот все то есть следовательно к тс это кольцо ну и все то есть смотрите вот этот шаг от кольца к вот полу кольца кольцу делается очень просто вы просто берете все конечные дизюнк на объединение элементов полу кольца и вот этот шажочек делается очень просто следующий шаг делается очень печально переход от ну потому что алгебра это то же самое кольцо просто единичка есть переход от алгебры сигма уже болезненный там теряется вот это понимание того как выглядят элементы новый сигма алгебры ну вот да я не знал это до этого момента да но что у меня получилось у меня получилось большое дизюнк на объединение элементов с элементов с от перемены мест слагаемых сумма не меняется если у тебя безумные дизюнк на объединение чего-то там ты его может представить ну просто это то есть это ты 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 объединил все . ну то есть как бы в этот откуда я сейчас знаю то что объединение элементов каратес является элементом каратес потому что я тогда вот я понял то что у меня кольцо кольцо как систему множеств которые замкнут относительно вот этих двух операций еще замкнут относительно операции объединения и доказав сейчас что это кольцо используют то общее утверждение я получаю что к от с замкнут относительно операции объединения не только дизюнк все а это и на кого разбивал ну я сначала а это каждая а это пересек со всеми башками все со всеми божитыми ну вот эти пересечения они не исчерпали все а это ну понятно а и б они же между собой никак не не были связаны да поэтому б как-то у тебя чуть-чуть покрыла а да ну вот и поэтому после того как я из а и ты пересек со всеми божитыми получил вот эти пересечения у меня еще осталось а после того как я забрал вот эти куски по той ли ими которые мы там долго доказывали вот это конечное объединение вот этих которые мы вызвали пересечения можно дополнить элементами с вот это я здесь и делаю я использую эту лему которую мы доказывали по индукции да то есть я конечный набор добиваю до всего а это хорошо все так и следующее маленькое утверждение ничего мы сегодня успеем с вами но вот оно нам будет нужно ну такое это тоже лимма то есть все вот эти лимма они носят исключительно технический характер но они там максимально важны так пусть с полукольцо пусть с полукольцо и у нас есть набор элементов с набор элементов с просто какой-то вообще произвольно еще произвольно что утверждается тогда тогда существует набор b1 bk то элементов с не пересекающийся все большие они между собой не пересекаются такие что любое а это можно представить в виде динюкну объединения каких-то божитых соответственно мы берем ну то есть это вот так то есть можно указать конечный набор не пересекающихся между собой элементов с что любое а это раскладывается в динюк на объединение башек каких-то из этого набора я понятна мысль да ну идея вот у вас есть ашки они вот так вот у нас же полукольцо но замкнут относительно операции пересечения они вот как-то между друг на друга накладываются в общем идея в том то что можно найти не пересекающиеся такие вот вот эти атомы до из которых состоит ашка каждая ашка идейно простое да и простая вещь ну вот почему это нам полезно то есть получается если у нас будет какой-то произвольный набор элементов с но всегда можем от него перейти к набору не пересекающихся множеств с точки зрения меры это очень ценно это понятно да потому что мелоди объединение всегда но но там по определению меры должна быть в общем баба как доказывать будем правильно по индукции так что про базу скажем ну индукции по кому данном случае панком индукции по n база что единичек и ну очевидно вы просто то есть у вас b это b1 это есть один и все ну вот интересно дальше мы как обычно говорим что пускай это верно для а1 а n минус 1 это верно ну для набора из n минус одного элемента но это что значит то и то есть у нас существует набор b1 индексы чтобы не набрать bq и не буду прописывать что эти b1 bq они удовлетворяют этому требования не из с и не пересекаются дальше у нас появляется еще какая-то ашка еще одна еще одна а nt у нас были те башки чем мы делаем чем мы делаем сейчас пересекаем эту новую ашку со всеми этими башками и тем самым строим цесты то есть цесты это будет пересечение а nt вот этого нового со всеми bs 3 с у нас бегает от единички до q пересекли и чё тогда ну соответственно мы видим что у нас каждая предыдущая ашка состояла из башек а что мы сейчас башками начали делать мельчить их да то есть мы сейчас вместо башек мы получили цесты да но как бы цесты она же не вся башка поэтому нам нужно сейчас догнать цесту до башки чтобы вот эти новые более мелкие атомы из них все равно можно было составлять вот эти да поэтому в этот момент мы получаем то есть bs-т у нас получается представимы в виде цестово и еще кого-то которые мы назовем я прошу прощения bs rt объединение у нас идет по r от единицы до rs с это у нас элементы с то есть я вот начал мельчить беста я выделил вот этот тест и еще кто-то аналогично а nt вот это вот а nt который мы получили она тоже состоит из цестах и еще кого-то ведь как а nt связано с предыдущим ведь башки строились вот эти башки строились по предыдущим ашкам совершенно непонятно как эти башки связаны были с арендом поэтому мы вот папе по пересекали получили вот эти вот кусочки у нас еще аренды осталось соответственно арендую мы получаем как цистая по s от единички до q и еще кто-то вот этого кого-то мы обзовем dp-тп у нас от единички до выпускаем это тоже элементы с ну и все то есть какие у нас теперь результате получились новые атомы из которых все состоит как и нас получились новые атомы у нас получились cst нам маленькие у нас получились bs рт маленький у нас получились дп ты маленькие они все не пересекаются между собой есть то есть цешки не пересекаются вот эти не пересекаются в силу вот этого да вот эти не пересекаются в силу вот этого а вот эти две не пересекаются в силу чего почему те башки не пересекаются с этими дешками? Я что-то не очень вижу. Так, почему BSL-3 не пересекается с DP? Если громче, я буду вообще счастлив. А, это следует из того, что у нас B-шки не пересекались между собой, правильно? Почему B-шки не пересекаются с D-шками? Вот здесь вот. То есть вот у нас набор. Как бы утверждается, нам что нужно было доказать? Что существует вот такой набор, что любая H-шка представим в виде конечного объединения элементов этого набора, дизъюнтного объединения. Да? Вопрос про дизъюнтность. Почему они не пересекаются? У нас не будет больше пересечения A, кроме как D-шки. Ну хорошо, ладно. В общем, можно доказать. Я что-то не вижу, но, в общем, можно доказать. Ну вот. Всё. А то, что каждый из них представим в виде объединения, ну вот, соответственно, видно, что A-шки – это и есть объединение B-шек, а B-шки – это и есть объединение вот этих вот. вот эти B-шки, они являются объединением вот этих. А N-ты – вот оно объединение C и D. Всё. Ну, несложно. Хорошо? Вальчик, тоскливо? Анализ, на самом деле, всегда немного тоскли в том плане, потому что это представление математического аппарата, поэтому вот так. Ура! Доказали. Хорошо. Ну вот. И последний шаг, на который мы с вами будем заканчивать, вопросы с системами множеств – это вопрос сигма-кольца, дельта-кольца, сигма-алгебра, дельта-алгебра. То есть, следующая надстройка. То есть, у нас сначала было полукольцо, потом кольцо. Причём тут всё понятно насчёт наименьшего кольца, содержащего полукольцо. Тут просто теорему доказали. Следующая надстройка – это… Ну, в общем, тут только определение. Это мы с вами в следующий раз обсудим. Спасибо, что пришли. Скажите, сегодняшний день. Спасибо.